Работе отбой, время отдыхать, активно. На живописном берегу Березины – палаточный лагерь. Белорусский Республиканский Союз Молодежи вновь призывает под свои знамена ценители экстремального досуга. Команда «Фандок» распивается, заодно и укрепляет моральный дух. Белозеленые – закаленные туристы. На берегу Березины не в первый раз. Скоро им предстоит сменить фирменные майки на костюм супергероя. Тема слета – кинематограф. Деревообработчикам достался фильм «Человек-паук». А пока время подкрепиться. На огне томится уха. Время проходит очень быстро, весело, незаметно даже. День прошел, даже, честно сказать, не поняли, что тут произошло. Сегодня второй день начался. Сегодня куча конкурсов. Готовимся морально, физически, как-то подготавливаемся, в общем. Ну, в целом дружный коллектив и все очень весело. Неподалеку лагерь Кожевинного комбината им достается советский шедевр – фильм «Девчата». Ребята практически полностью повторяют быт того времени – мебель, интерьер и даже настоящее малиновое варенье. Мы здесь можем собраться, объединиться, отдохнуть, выступить, показать себя, реализовать свои навыки, свои умения, войти в образ. У нас вот выпал фильм «Девчата». Я – Ильюша. У меня есть напарница Тони. Не обходится без спорта. В программе – перетягивание каната, полоса препятствий. Раскрывают участники и творческие таланты. Презентация кинопар, показ видеороликов и даже фестиваль национальной кухни. Главное условие – все должно быть в тему фильма. Тема команды – стиляги. На площадке не только танцы и платья в горошек, но и коктейль-холл с тематическими напитками. Буги-вуги, Динамо, Белый берег и Американская жена. В турслете принимают участие больше сотни человек. Представители городских предприятий – это Красный пищевик, кошкомбинат, троллейбусный парк. Здесь же Белшина и Фондок. Каждый искренне болеет за успех своей команды. Но все-таки победа – не главное. Свежий воздух, запах костра, еда на огне, новые знакомства и море эмоций – это дороже любых наград. Туристический слет – это прекрасная возможность для команд-участниц. Это предприятие организации города Бобруйска. За короткие три дня не только посоревноваться, но и сплотиться, стать настоящей общей такой большой командой нашей дружной туристической семьей. Очередной турслет – уже история. Уезжать, конечно, никому не хочется. Но эмоций и незабываемых моментов точно хватит на целый год. В 2022-м, обещают организаторы, будет еще интереснее. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.